В этом видео я расскажу, как мы в студии делаем аналитику и как это поможет лучше понять бизнес клиента и сделать рабочий маркетинговый инструмент, а не просто красивый сайт для галочки. Что такое вообще аналитика? Весь процесс разработки сайта состоит из вот примерно таких шагов. Сначала мы разбираемся в бизнесе клиента, потом мы пишем тексты, смыслы и составляем прототип, потом мы делаем красивый дизайн, собираем контент, делаем фронт-энд и бэк-энд, а потом уже тестируем и запускаем продукт. Вот это стандартный процесс разработки любого корпоративного сайта. По первому этапу мы готовим вот такого плана документ, который можно назвать его отчетом, который состоит из таких разделов. Бизнес-анализ, карта смыслов, целевая аудитория, анализ рынка и конкурентов, сайт-мэп и структура будущего сайта, список вопросов и что дальше будет делать клиент, что дальше будет делать студия. С этим документом мы идем к клиенту на воркшоп, но не все клиенты бывают директор по маркетингу или какой-то человек, который хорошо разбирается в воронке продаж. Поэтому в этом документе, где сайт, где пользователи, где бренд, какие бывают классические задачи и так далее, такая небольшая прелюдия перед основным уже отчетом. Дальше отчет у нас начинается с бизнес-анализа. Для того, чтобы лучше зафиксировать требования, после того, как мы уже согласовали коммерческое приложение, прежде чем начинать, мы готовим техническое задание. Для того, чтобы синхронизироваться по ожиданиям, что мы на стадии продаж с клиентом обсудили, нужно зафиксировать в виде документа. Вот пример такого технического задания. У нас есть обзор проекта, список бизнес-задач, информация от клиента, примеры, то, что нравится и план производства работы. Календарный план. Супер удобно делать в Notion, чтобы было понятно, где мы в какой момент времени находимся. У клиента есть всегда этот документ, он может зайти и посмотреть, что сейчас мы заканчиваем верстку и начинаем уже работать, готовить все к отметке. Клиенту не обязательно тебя дергать и узнавать, что у нас и как, потому что для многих клиентов весь процесс это как черный ящик, что вот он деньги заплатил, что-то там происходит внутри и на выходе сайт. Поэтому вот такие детали помогают ему подглядывать за процессом, хотя бы примерно понимать, на какой мы стадии находимся. Такое техническое задание мы вставляем вот сюда. Дальше идут требования проекта. Если проект большой и это не либо корпоративный сайт, либо это может быть как-то продуктовый сайт, то мы определяем несколько видов требований. Они могут быть для бизнеса, для сотрудников и партнеров, например, там личный кабинет нужен с истории заказов и для внешних пользователей. Составляем список требований и делаем выводы. Дальше. В большинстве случаев у клиента есть какой-то старый сайт, было бы хорошо его тоже разобрать. Клиенты обожают вот эту часть, что мы берем старый сайт и говорим им, что хорошо, что плохо. Но всегда важно начинать с того, что хорошо, а не сразу закошмарить старый сайт. Дальше. Карта смыслов. Тоже достаточно важный этап для того, чтобы понять, как в принципе работает бизнес-клиент. И клиенты тоже вот эту часть, они прям очень просят, оставьте ссылку, мы потом всей командой сядем и будем разбираться. Потому что большинство клиентов никогда не разбирали, не смотрели на свой бизнес вот с такой стороны, что у нас получается вот такой документ. Вот как это выглядит. Можно приблизить, почитать. Есть бизнес. Любой бизнес можно разложить на эти семь частей. Это команда, продукт, контроль качества, финансы, управление, пиар и продажи. И мы по этим семи полочкам раскладываем весь бизнес. Получается вот такая большая карта. Дальше. Делаем выводы для того, чтобы клиенту не просто закопаться в этих текстах, а понять, для чего все это нужно, мы делаем выводы по каждому блоку. Что хорошо, что плохо и так далее. Следующий блок целевая аудитория. Здесь есть разделение. Если мы делаем корпоративный сайт, то можно настолько сильно не заморачиваться с персонами, например, не строить journey map и так далее. Но если мы делаем продуктовый сайт, то, конечно, лучше на это потратить время. Это поможет в будущем лучше понять, в принципе, пользователей. Если мы говорим в рамках корпоративного сайта, то достаточно просто понимать, кто целевая аудитория. Здесь есть подсказки, какие, в принципе, бывают целевые аудитории и как их изучать. Можно использовать это как шпаргалку. Дальше. Если у нас, например, продуктовый какой-то сайт, большое количество разных, это называется грамотно стейкхолдеры, которые будут пользоваться продуктом, мы делаем под них вот такую штуку. Называется CJM, Customer Journey Map. У мира есть удобный готовый шаблон. Вот так это выглядит. Можно всей командой в этом документе одновременно работать. Так, едем дальше. Анализ рынка и конкурентов. Это называется Benchmarking. Изучаем успешный опыт прямых и косвенных конкурентов. Для начала в любом бизнесе лучше разобраться, как, в принципе, работает рынок. Например, если это школа английского языка, то нужно изучить, как люди учат английский. Если эта компания занимается трейдингом, то надо разобраться, в принципе, что люди делают со своим капиталом. Ну и так далее. Дальше. Конкуренты. Конкуренты могут быть прямые и косвенные. Выбираем несколько, 5-10, сколько их есть хороших. Некоторых вам даст клиент, некоторых найдешь сам где-нибудь в интернете. И расписываем, что хорошо, что плохо, какой список услуг у них есть. Делаем выводы. Дальше. Поисковые запросы тоже очень помогают. Дальше. Сайтмэп. Собираем структуру по блокам. У нас уже есть техническое задание, в котором у нас описаны какие-то бизнес-задачи. Напомню, как это выглядит. Вот наше техническое задание. И здесь у нас уже есть список того, что мы с клиентом обсудили. Мы его берем за основу, понимаем, что под эту бизнес-задачу нам нужно тот и тот. Под это нам нужно отдельную страницу. Здесь надо не забыть, что у нас будет переключение, иконка переключения языков и так далее. Поэтому начинаем с технического задания и составляем вот такого плана структуру, что у нас есть страницы. Внутри некоторых страниц есть подстраницы. Здесь для того, чтобы с чего-то начать, есть примеры блоков. Стандартный набор, из которых состоит плюс-минус любой корпоративный сайт. Можно их брать прямо и собирать. Можно их менять местами. Понятно, что это как конструктор, что вы можете переставлять туда-сюда. Дальше у нас есть там портфолио, услуги. Если у нас есть стрелочка, то это означает с этого блока есть переход на другую страницу. Например, на главной странице у нас есть о компании блок. Здесь нужно предусмотреть кнопку, которая будет переводить нас на страницу о нас. И так далее. Не забываем про технические страницы. Это всякие политики конфиденциальности, условия использования, страницы благодарности, ошибки 404. В конце нам нужно составить список вопросов, на которые клиент по итогам воркшопа, им отправляется ссылка и он на них отвечает. Удобно еще делать их вот в таком формате. Туду листа, что после того, как клиент ответил, информацию предоставил, ты отметил и все. Ну и тебе и клиенту понятно, по каким вопросам осталось что-то подготовить. И дальнейшие шаги. Итак, на примере аналитики я показал, как мы работаем с информацией в Notion. Спасибо, что досмотрел до конца. Ты молодец.